Пра-па-па-па-ра-па-па-пам, пра-па-па-па-ра-па-па-пам, м-м-м, о-май. Алло. Алексей Сергеевич? Да, это я. Добрый день, я хотел бы сообщить, что вы уволены. Окей. Трам-па-ра-па-па-па-рам, пра-па-ра-па-па-пам. Many months later. М-м-м, чем же заняться, чем же заняться? Найди работу, беста. Какая работа? Запускай стрим. Девушку найди. Точно! Я сделаю видеоразбор. И что же, приступим к самому разбору. Песня играется, как я уже сказал, на квинт-аккордах, поэтому берем квинту соль диез. Что такое соль диез? Это шестая струна, четвертый лад. И дальше вот уже на шестом. Пятая и четвертая струна. Дальше такой же рисунок будет по всем аккордам. То есть первый аккорд соль диез. Следующий аккорд. Это у нас ре диез. Ре диез в этом варианте он будет браться вот так. На шестом ладу указательный палец пятой струны. Ну и дальше по той же схеме на восьмом ладу. Четвертая и третья. Следующий аккорд. Ми. Ми. Все его знают, только играем на трех струнах. И тут же ставим последнюю квинту. Фа диез. Это с шестой струны берем квинту на втором ладу. Очень все просто. Вся песня идет этим ходом. Ну и второй вариант. Второй вариант интересен чем? Тем, что мы его будем играть не в обычном строю. То есть нам надо дропнуть шестую струну. Дропнуть шестую струну в ре. Как мы это делаем? Мы просто берем и опускаем шестую струну до ре. Как мы проверяем настроили ли мы шестую струну в ре. Мы просто четвертую и шестую одновременно играем. И мы слышим какой унисон. Ну или же можно по-другому проверить. Зажимаем шестую струну на седьмом ладу. Она должна звучать так же, как пятая. Ну еще чуть-чуть. Оп. И таким образом у нас игра квинт меняется кардинально. Мы используем только один указательный палец, мать его. И теперь показываю, как это играть именно в этом строю. Строй называется до-пре, если что. Дроп-ре, дропнутая ре. Ну все понятно. Шестой палец на шестой лад. Потом ре диез. Потом второй лад. Потом четвертый лад. Понятно? У нас ре диез была она вот тут. А теперь она вот она. Перфект. Ну и так далее. А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ведь чем больше лайков и подписок, и комментариев, естественно, то тем больше будет разборов и прочих видосов. Закономерность, ну, логично. Правильно? А еще такая информация. Каждый практически день я провожу стримы на Твиче и на своем канале Ютуба. Заходите на них. Если есть какие-то вопросы, пожелания, задавайте, не стесняйтесь. Я вас всегда буду ждать. И подписывайтесь на мой Твич. Я че зря что ли, блин, стримлю каждый день. Алло? Всем удачи. Я мой мастер!